Всем привет-привет! Почти вещаем в формате ASMR. Приехала посылка, первая в 2021 году. Avon по доставке в этот раз обогнал Фаберлик, хотя день в день практически их делала. Заказ по первому каталогу, вроде бы, судя по цене, до меня всё должно добраться в той комплектации, в которой заказывала. Хотя в прошлый раз в 16-м каталоге Avon меня прокатил на аромат Магнолия, в этот раз мне Магнолия почему-то с 20% скидкой только пришла. Или не почему-то, я не очень поняла условия, по какой заказывать, по каким заказывать. Так, давайте смотреть. 6. Замена отсутствующего товара. И я уже вижу 6, 6, 6. Это мой подарок, по-моему, по лёгкому старту. Да, губная помада, мистик, кто-то там. Тоже для ресниц суперобъём. Матовый тон, спокойное сияние. И румяно-шарики. Так, брошюра распродажи, фиг бы с ней. Так, замена, код действия 4. 4. Карандаш. Avon True Profi и приз номер 1. Так, а вот это я не заметила, когда мне приплюсовали 150 рублей сет из пяти каталогов. Кого-то очень порадую макулатурой. Видимо, торопилась, не заметила, что надо было удалить. Будьте внимательнее. Меня не допускайте таких ошибок. 150 рублей выкинуты на ветер. Так, вот он этот сет на макулатуру уходит сразу. Это я очень-очень лоханулась. Давайте смотреть. Так, Avon True Blush Pearls. Это за лёгкий старт мне. Это я очень рада. Так, это брошюра скидки во втором каталоге. У меня такой ещё не было. Почитаем. Брошюрки эти дешёвые посмотрим. Так, что же мне тут понаприходило? Самое интересное – это ароматы. Ура! Магнолия ко мне приехала. И во сколько она мне обошлась. Здесь где? Так, румяна, сбор, каталог, буклет, карандаши, кондиционер, шампунь, прочее. Дезодорант, карандаш, карандаш, карандаш. Так. Я её не вижу вообще. А, ищем по самой большой цене. Да. Обошлась она мне вот. В стоимость, ну, учитывая то, что я потратилась на ненужные мне каталоги, можно предположить, что купила по полной цене. Обыдно, да? Ну, ладно. Пусть это будет самой моей большой потерей начала года. А что там писали в фокусе про всё это дело? Так, в фокусе можно было взять этот аромат, но я проигнорировала предложение. Скидки на каждый аромат 40%. Для получения скидки приобретайте ароматы в одном заказе по каталогу. Скидка является окончательной и так далее. Я не поняла. Я что ли ввела не вот этот код, а который был в каталоге. Они что ли отличаются? Потому что вот скидки 40% у меня не применились. Или надо было брать больше. То есть надо было брать два аромата и более. Что не так, я не поняла. Наверное, надо брать всё-таки два аромата. Склоняюсь к этому мнению. Ну, ладно. Вторым я взяла Little Black Dress. Мне очень-очень тянуло на ноту розы в конце 2020 года. И увидев, что это Little Black Dress Party, основные ноты там роза и сандал. А верхняя нота я не помню. Кто там? Кто там верхняя нота? Давайте посмотрим. У меня что-то разлилось на каталог. Малина. У нас есть фаберликовский аромат, где ягоды и роза сплелись. И личи так, что получилась одна классная роза. Интересно, что получилось здесь. Little Black Dress Party у меня, кстати, не было никогда. У меня есть ручка оригинального Little Black Dress. Как всегда, Black Dress звучит элегантно, но подробно разнюхаю, тогда буду подробно рассказывать. У меня копится полка с ароматами Avon, и там будут мои отзывы. Так, это что мне положили? Avon True Спокойное Сияние. Ай! В каком цвете? Крим. Цвет крим. Ну, так вроде бы должно подходить. Сто лет у меня не было тоналог от Avon. Вот, поэтому будем пользоваться, будем посмотреть, что это. Так, помада Misty Mocha. Да, это должно быть что-то какого цвета? Около нюдового или какого? Надо будет поискать цвет где-нибудь в каталоге, в интернете, в пробниках. Пока полежит упакованная, так как я не Ахти, пользователь помад. Будем думать, мне она останется или еще кому-то. Так, еще призы. Ультраволюм Лаш Манифик Маскара. Я такую от Avon не пробовала. Прям свежак, да? 12.20. Хорошо, будем пользоваться. Карандашиков я себе заказала из серии Glimmer Stick. Так, а это, наверное, в качестве приза мне за то, что набрала на тысячу с первых страниц. Потому что для мужчин я ничего такого не заказывала. Гель для бритья. Мои мужики на бритье экономят, но, видимо, осчастливлю кого-то к 23 февраля. Давайте смотреть сводчик карандашей. Давайте смотреть. Карандашики у меня все с этой страницы, все мне любимые. Поэтому прямо сейчас и сводчик глянем. Так, Starry Night, Majestic Plum, Клея и кто третий? И третий изумруд. Цветные карандаши для губ у меня, как класс, не прижились. Фокус приди. Действительно прозрачный, по ощущениям, просто какой-то такой восковый предмет. Ты кто? Ты Majestic Plum, сливовый. У меня много фиолетовых карандашей. Кто смотрел перебирание моей коллекции, видел, что я их люблю. Но у меня еще больше всяких вещей фиолетовых. И вообще мне очень идет этот цвет. Поэтому будем считать, что я отдельно фиолетовую коллекцию собираю. Оригинальное решение фиолетового, сливового. И оно мне точно пригодится. Прямо вот точно такого фиолетового у меня нету. А мы за разнообразие текстур. Так, ты кто? Это, собственно, изумруд. Буквально пару лет назад я открыла для себя, как мне идет, изумрудный цвет. И попробую чаще его использовать в своем гардеробе, в своем макияже. И этот карандашик мне поможет. Так, кто остался? Остался Starry Night. Вот он, он в каталоге. Он какой-то из вариантов синий-фиолетового обещает быть. Прямо даже интересно, какой. Да, он такой синий-дымчатый. Это не повтор синего. У меня есть какой-то синий-зеленый от Essence. Синий из гелевой серии. Очень такой насыщенно синий Neve от Avon. Так, давайте это выбросим. Я очень долго думала, брать мне что-то из гелевой серии или не брать. Где-то здесь она затерялась в каталоге. Так, вот она. Вот синий кобальт. Он очень такой красивый, темно-синий. Поэтому по каталогу еще кто хочет прям такой вот насыщенный-насыщенный и с блестками, берите вот этот кобальт. Не прогадайте. Этот больше какой-то такой серо-синий. И на глазах будет явно более спокойным оттенком. Меня подмывало еще любопытство взять вот эти карандашики. Но раньше меня девушки их обозрели, сравнили с ифроше, и там какой-то карандашик менял цвет. У какого-то что-то было со стойкостью, что-то как-то кому-то не понравилось, как тушуется. Поэтому я еще раз вчиталась в название предлагаемых цветов и поняла, что для меня это будут клоны и повторы, пусть очень востребованных у меня карандашей. Но когда буквально вот такой носик у самого востребованного уходит за год, нет, я пока решила воздержаться от покупок. И с первых этих страниц еще я заказала вот такое средство «Сладкие сны с ароматом лаванды». Так, какой возраст здесь пишет Эйвен? И что за состав меня волнует? Из основной серии для меня Эйвеновские пены для ванны – это универсальное моющее средство. Так, хранить недоступно для детей месте при появлении сыпи раздражения, прекратить использование. Протестированы дерматологами и офтальмологами. Так, кокамида, пропилбетаин, натрия, тридицилсульфат. Да, что я могу сказать, здесь гораздо более мягкий состав, чем в основной серии для взрослых. Для взрослых пены для ванн Эйвен, лауретсульфатные. Ну, это действительно универсальное моющее средство, то есть в разбавленном виде взрослого и ребенка с беспроблемной кожей в этом купать можно. А в густом виде могут заменить и средства для мытья унитаза, я вам так по секрету скажу. И это я не ругаюсь, это я объясняю, почему в Эйвене основная серия пен для ванны, это моя постоянная покупка. Это мое универсальное моющее средство. А тут, да, более мягкие павы, кокамида, пропилбетаин и натрия, тридицилсульфат. Это должно давать меньше пены, но быть помягче и пахнуть лавандой. Грудничка своего, естественно, новорожденного я в этом сейчас купать не буду, но сравню с имеющимися у меня средствами с запахом лаванды, попробую помыться в этом сама. Ну и в первом каталоге Эйвен меня соблазнила возможность запастись нужными средствами на год вперед и не слететь с программы Легкий Стар, чтобы в следующий раз еще получить какой-нибудь приз. Поэтому я взяла три дезодоранта Унисекс. Это в конце каталога акция, где надо взять шесть предметов. Вот она. И у меня все пробилось. Три дезодоранта и два шампуня и один кондиционер. Почему так? Потому что я решила, у меня обычно на один шампунь уходит два кондиционера, но мне захотелось в качестве шампуня на всю семью и универсального суперочищающего взять что-то такое. То есть тут что мы видим? Да, лауреатсульфатная основа шампуня, фокус приги. Из кондиционирующего только Гуар Гидрокси пропил триамониум хлорид. Ну, чуть-чуть диметикона, где-то там рядом уже с консервантами и прочими экстрактами. То есть это должно хорошо отмывать волосы, когда на них накопилось уже порядком ухаживающих или укладочных средств. И два других продукта, шампунь и кондиционер, очень мне интересно попробовать, потому что обещает быть вкусный аромат шоколада. Шоколад покинул у нас в Фаберлике, пока все его не воспроизведут. Тут шоколад в смысле какао что-то как-то подрассосался в фраше, но вот остался в Эйвоне. Посмотрим, насколько он невкусный получился. Первое впечатление – из бутылки пахнет очень вкусно. Я люблю, когда у меня косметика пахнет шоколадом в ванной, тогда мне его меньше хочется есть вовнутрь. Вот такая у меня есть зависимость. Кстати, напишите, у вас есть или нет. То есть если пахнет какой-то едой в ванной, то ты ее меньше кушаешь за пределами ванной, потому что все-таки ассоциироваться начинает с бытовой химией, а не с едой. Вот у меня прям вот жесткая зависимость. Поэтому шоколадки, запахи мороженого, тирамису, прочие тортики в ванной – это я приемлю. А вот с ароматами фруктов, всякие гели для душа и прочее, не сильно стараюсь использовать. Иначе совсем фрукты есть перестану. Вот такая я, не очень фруктовая. Так, еще Эйвон мне тут накидал макулатурки. Ты кто? Ты фокус февраля. Надо рассмотреть внимательно, чтобы больше так не лохануться. Мартовский каталог прям хочу, не могу посмотреть. И... Ой, ты кто? Ты, наверное... Ага, сейл с 1.01 по 31.01. Так, купи любой товар из этой брошюры и закажи аромат за 99 рублей. Ну, Incandensis и, по-моему, Little Black Dress оригинальный у меня как раз есть. Это мне не очень интересно. Тени я эти тоже не очень хочу. Скульптурирующую четверку ржащую совсем не хочу. Тени пудра для бровей мне незачем. Вот эти штуки в стиках что-то как-то не хочу. Ну, меня ничем пока не соблазняет. Вместо того, гелевый лайнер для губ, наверное, тем, кто часто пользуется подобными средствами, есть смысл запастись. А так даже прям вот ни на что бросаться не хочется. Вот эти палетки, я на них смотрела отзывы в свое время. Вот не соблазнили меня они ни разу. Вот даже по 1000 рублей не соблазняют. Так что, наверное, до 31 декабря у меня больше не будет заказа в Avon. Посмотрим еще всякую макулатурку мне присланную. Сдам каталоги лишние в утилизацию. Не буду просто так разбрасываться. Вам спасибо за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной. Полочка ароматов Avon у меня пополнилась. Линия ароматов артистик у меня, наконец, есть вся. Соответственно, буду по мере силы возможности разнюхивать и готовить вам мои впечатления и честное, искреннее лично мое мнение. Об этой, по-моему, все-таки замечательной линейке ароматов. Всем отличного января, потрясающего года. Только удачных покупок. Ну и чтобы у вас никогда на них не переводились деньги и настроения. Пока-пока.